Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня я беру свою волшебную палочку и попробую поколдовать. Я, правда, только учусь, и мы с вами переместимся в комнату, в тайную комнату, где сейчас новый завоз орхидей. Надеюсь, что у меня все получится. Абра-кадабра-бум! Нет, ничего не произошло. Поддержите меня, напишите, пожалуйста, в комментарии, чтобы у меня все получилось. И подпишитесь обязательно на канал. Подписались? Теперь, я думаю, точно все получится. Давайте заново. Абра-кадабра. Перемещаемся! Ура! Получилось, мои дорогие! А раз мы уж здесь, сейчас будем с вами смотреть новый завоз орхидей в нашей уже любимой тайной комнате. Это склад магазина, который находится на Уральской, 77, город Краснодар. И сегодня здесь такие великолепные бабочки приехали. Все в подростках, все по очень хорошей цене. Поэтому давайте смотреть, наслаждаться. И я сегодня тоже выберу себе несколько красоток. Так что, начинаем! Посмотрите, какие красивые малыши! Приехало около 30 сортов самых необычных, самых красивых орхидей. Они, по-моему, все они в размере 1,7. Сейчас взглядом так немножечко пробежалось. Да, они все в размере 1,7. Цены очень приятные. Я думаю, что всех удивят. А сорта самые необычные и красивые. В основном даже все бабочки. Поэтому есть чем полюбоваться. И сегодня я приобрету себе несколько очень красивых орхидей. Но, конечно же, в мою коллекцию точно отправится сога вивьен. Это варигатная сога вивьен, еще и бабочка. У меня есть простая сога вивьен варигатная. Ну, а теперь будет еще и бабочка. Посмотрите, какие они красивые! Давайте, наверное, с этого сорта и начнем. Потому что он притягивает мой взгляд. Это такая красота. Вообще варигатные растения, они очень необычные. И даже если они не цветут, все равно обращаешь на них внимание. Потому что, ну, как не обратить. Посмотрите, какая прелесть. Вот такие малыши. Корневая. Это орхидеюшки. Видите, бабочка сога вивьен. Очень красивая. Здесь вот сразу ее фотография идет. Смотрите, какая прелесть. Я очень люблю этот сорт именно за варигатность. А теперь еще и бабочка. У меня прям все внутри трепещет. Я прям точно хочу. Вы знаете, я прям вот взяла сейчас. И думаю, вот это, наверное, как раз моя и будет. Их, кстати, здесь вот. Видите? Здесь уже даже пустые есть места. Не знаю, сколько их на самом деле. Да, но вот здесь, получается, я вижу только два вот таких вот поддончика. И то один уже вот наполовину пустой. Поэтому, если кому-то интересно, кому-то хочется сога вивьен варигатную бабочку. Да, вот они есть. Так, идем с вами дальше. И здесь получается вот такая вот яркая, красивая бабочка. Очень солнечная. Давайте посмотрим. У нее листики прям очень крупные. Посмотрите, какая корневая. Так, очень красивая бабочка. Голд страйп. Если я правильно читаю, я уже говорила, у меня с английским не очень. Поэтому за название могу сразу же попросить у вас прощения. Ну, как вот прочитала, так прочитала. Посмотрите, какие они хорошенькие. У них прям листики очень такие крупненькие. Они только-только приехали. Их только разобрали. Некоторые из них еще хотят пить. Поэтому их сейчас будут смотреть, поливать, за ними ухаживать, их любить. И только потом отправлять. Поэтому сейчас отправка будет от 10 до 20 дней. Естественно, польют, потом просушат, потом только отправят. Вот такие вот замечательные бабочки. Они прям крупные. Типа, смотрите, даже в сравнении, да, допустим, с Огавивьен. Да, вот бабочка. Она прям крупнее. Видите? Гораздо крупнее. Ну, корни одинаковые. Но листочки. Сорт, наверное, сама розетка будет более такая крупная. И следующая бабочка. Такая прям очень тоже яркая. В сравнении, да, здесь она более такая нежная, более такая розовая. А здесь прям такая с красненькой. Ну и, кстати, смотрите, если мы говорим о бабочках, мутация может быть разная. У меня такая орхидея процвела пилориком. Из-за этого я ее продала. Потому что пилорик мне не очень понравился. Мне больше нравится бабочка. Вот. И поэтому мутация. Может орхидея распуститься совсем без мутации. А может быть пилориком, да, более будут у нее закрытые лепестки. Вот. А может распуститься бабочкой. Вот. Получается, из всей партии примерно 80% распускаются именно как на фото. А остальные 20, да, они уже у них идет немного другая мутация. Может быть пилоричная, да, а может быть наоборот без мутации. Поэтому это тоже нужно учитывать при заказе бабочек. И бывает такое, что иногда распускается она бабочка. У меня вот несколько есть таких орхидеи. Я даже вам показывала. На одном цветоносе есть и бабочки, и пилорики, и даже простые цветочки. И как раз такая орхидея у меня сейчас цветет. И приеду домой обязательно вам ее покажу. Она очень-очень красивая. Возможно, даже сейчас здесь вставлю вам фотографию, да, когда буду редактировать видео. Это очень интересно, когда работаешь, да, с орхидеями-мутантами. Вот эту вот вариацию смотреть мне очень нравится. Так, дальше. Здесь у нас не вижу картинку, что это у нас за сорт. Скорее всего, это все вот орхидейки. Да, они все вот такие вот. Смотрите, какие красивенькие. Белые с желтой губкой. У них очень нежные цветочки, наподобие сапфира. Все переливаются. Очень красивая орхидея. Кстати, это любимая орхидея моей сестры. Вот, такая красивая, посмотрите. Замечательные подростки. Я вот посмотрела, у них очень много корней. Вот они во мхе, так, фокус. Корешочков много, такие крепенькие растюшки. Но из-за того, что эта орхидея сама по себе мини, листья тоже, да, они всегда будут не крупные. Розетка будет миниатюрная. Но это тоже нужно при заказе учитывать. Да, вот если мы возьмем орхидейку вот эту и вот эту, видно, что размер листьев будет больше. Вот, зависит от сорта. Ну, такая прекрасная. Такая красивенькая орхидейка. Белая с желтой губкой. Яркая-яркая. Дальше, посмотрите, здесь идет, как называют ее, бабулетка. Да, такой получается бантик. У нее защипы не как у бабочки, да, возле губы, а именно по краям. Такие они, конечно, красивенькие, распускаются. Мне очень нравится. Я видела такую розовую в таком домашнем цветении, да, это очень красиво. Хотя, да, кажется, как будто немножко лепестки недоразвитые, но в жизни, когда это все не один цветочек, а в полноценном цветоносе, это, конечно, красиво. Вот такие малышечки. Тоже, смотрите, у них много корешочков. Они, в принципе, все вот одинаковые, посмотрите. Но их мало. Именно такого сорта мало. Вот здесь, в принципе, про нее все написано. Название. Стоимость 790 рублей. Да, кстати, эти все подростки до 1000 рублей. Цены очень даже приемлемые на бабочек. Видите, какие малыши-парандаши очень красивые. Дальше, получается, идет желтый шоколад. Вот такая вот она красивая. Кстати, она ароматная. Она с таким вот приятным ароматом. Она мне очень нравится. Я такую реанимировала орхидейку. Вот. И у нее еще и лист. Немного как с припылением, смотрите. И вот когда после реанимации она зацвела, я была в шоке. Во-первых, цветы были очень красивые, яркие. Такие солнечные. Немного даже с таким каким-то коричневым, наверное, потоном. Да, вот возле губки вот эти крапинки. И с очень приятным ароматом. Ее стоимость также 790 рублей. Но они прям крупненькие. И орхидея эта, она является мультифлорой. Поэтому она будет часто ветвить свои цветоносы. Ой, хорошенькие прям. Они прям, наверное, из... Ну, прям одни из самых крупных, наверное, по листьям. А цветочек сам будет некрупный. Тут, кстати, написано, что цветок будет... Высота при цветении 40 сантиметров. Нет, размер цветка не написан. Вот, да, тут даже написано арома. Да, желтый шоколад. Очень красивые орхидейки. Правда. Классные. И рядышком с ними, видите, как листья отличаются. Эти видно, что с пигментацией, а эти просто зелененькие. И здесь вот такая симпатичная яркая бабочка. Такой прям огонечек. Давайте возьмем любую. И посмотрим малышей. По корневой системе, в принципе, почти все орхидейки одинаковые. Вот листики по размеру отличаются именно по сорту. Бабочка ароматная. Лиолин Оренс. Очень красивая, яркая орхидейка. Еще и ароматная. Еще и бабочка. Сколько плюсов. Ну, и вот они все. Смотрите, вот он лоточек. Да, один. И вот они все орхидейки. Эти листочки адаптационные, их бояться не нужно. Их просто убираем и все. Смотрите, какие хорошенькие. Конечно, камера немного увеличивает размер. Но я вот вам покажу, наверное, в сравнении с пальцами. Вот, смотрите, какие листики. Чтобы вы имели понимание, какой листочек. Достаточно большой для орхидей, который в размере 1,7. Спускаемся ниже. И здесь любимица многих. Правда, волшебная орхидея, кружевная. Очень красивая. Я знаю, что ее разбирают, как горячие пирожки. Правда. Очень быстро. И только они приходят, их уже нет. Потому что цветет она реально вот так. Она как бархатная. И у нее кружевные края. У меня такая есть. Часто вы ее видели в моих видео. Я ставила ее на фон. Она, правда, очень красивая. Вот такие вот малыши приехали. У нее розетка миниатюрная. Листья у моей орхидеи не огромные. Я думаю, что это такая особенность сорта. Но и здесь видно, что и листики тоже миниатюрные. Не огромные. Вот. Давайте. Давайте вот так сдалека достанем. Посмотрим. Вот такие орхушки. Видите, вот это адаптационные листики. Мы их просто убираем. И все. Вот такая вот орхидейка. Давайте посмотрим ее цену. Цена 790 рублей, кстати. Смотрите. Такие орхушки. Такие вот малышики. Вот, смотрите. Растущий корешочек. Размер 1,7. Высота прицветения 40 сантиметров. 790 рублей. Вот такая. Вот их тоже два лоточка. Но я думаю, что они уйдут одни из первых. Очень красивые. Всегда пользуются популярностью. Тем более, видите, так как пришли они в размере 1,7. Цена приятная. Я думаю, что будет любимица многих. Дальше яркая вот такая красавица. Тоже солнечная. С крапом. Давайте смотреть. Ее листья намного крупнее. Видите? Но это видно особенность сорта. Давайте смотреть. Да. Получается, она и крупнее сама по себе будет. Потому что прицветении на 40-50 сантиметров. Размер цветка 6-7 сантиметров. Цена 780 рублей. Вот такая малышечка. Вот он. Красавица. Давайте издалека тоже достанем. Вот такие орхидейки. Подросток в размере 1,7. Ставим назад. Но это тоже они. Вот их тоже 2 лоточка. Давайте поднимаемся выше и смотрим дальше красоту. Нам еще много чего есть увидеть, посмотреть и полюбоваться. Посмотрите, какая прелесть. Это Blue Star. Это считается прям такая, знаете, голубая орхидея. Она, конечно, не прям голубая. Но оттенок у нее есть. Больше она, конечно, в таких, наверное, фиолетовых оттенках. Что-то напоминающее сапфир. Но вот более такой вот с голубизной, так скажем. Поэтому и название такое. Вообще голубых орхидей не существует. И кто занимается орхидеями, знает прекрасно, что в магазинах голубые орхидеи их красят. Им прям краску вводят в стволики. И в магазине это обман. А это вот считается настоящей голубой орхидеей. Поэтому если кто-то хочет себе такое растение, вот они есть. Прекрасные малышки. Их тоже всего лишь два лоточка. Я вот здесь вот сразу крайнюю взяла. Но такая прелесть вообще. Тоже прям захотелось. У меня голубой орхидеи нету. Так что хочется такую красоту. Кстати, давайте цену посмотрим. Цена ее 820 рублей. Вот такая красота. Про ароматное, ароматное, ароматное. Нет, ничего не написано. При цветении 40 сантиметров. Вот такие лопухастики они прям. Смотрите, какие у них листочки. Хорошенькие. Вот такая орхидейка будет. Видите, она всегда будет заваливаться немного на бок. Но цветет достаточно пышно. Мне это нравится. Очень красиво. Вот. Видите, какие красивые. Спускаемся ниже. Я вижу здесь совсем немножко вот таких вот бабочек. Так, что это у нас такое красивое? Так, наклеечки здесь нету, не вижу. Так, ароматная орхидея, бабочка. Цена. Цена, цена. Вот. 790 рублей. Она будет малышечкой. Размер при цветении 30 сантиметров. Значит, цветочки будут некрупные. Их тут совсем немножко. Вот такие орхидейки. Каталог этих орхидей я есть в группе в WhatsApp. Я вам закреплю комментарии. И вы сможете по каталогу выбрать себе растение. Здесь я вам сейчас показываю только качество орхидей, которые вот только-только приехали. Да, благо дело, у меня есть такая возможность приехать и показать вам всю прелесть этих растений. И следующий сорт, который я вам покажу, это бабочка мультифлора. Кстати, в домашнем цветении цветет безумно красиво. Я ее видела. Очень красиво. Да, цветочки не крупные, но это прям мультифлорное красивое цветение. И за счет вот этих вот штрихов, да, сама вроде бы беленькая. Беленькая губка, очень темная, красивая. Смотрится великолепно. Вот их тоже немножко. Я смотрю, здесь только один вот этот вот лоточек и все. Вот такие орхидейки. Они хотят пить, только приехали, их сейчас будут поливать. Так, давайте цену посмотрим. Цена 790 рублей. Все орхидеи перед отправкой фотографируют. И после подтверждения, да, того, что вам нравятся растения, после соглашения вам их упаковывают и, естественно, отправляют по почте. Смотрите, какие блестящие листья. Сразу понимаю, что сорт какой-то необычный. Посмотрите, какой блеск. Здесь есть фотографии этой орхидейки. Так, и мы с вами смотрим. Такие нежные листочки вообще. Смотрите, это будет восковая ароматная орхидея за 790 рублей. Очень красивая. Вот такая. Прям супер. Мне очень понравились листики. Блестящие такие. Большие, крупные. Сама орхидейка вроде бы совсем малышка еще. Но листья уже прям очень большие. И следующий сорт. Вот такая вот солнечная орхидейка. Желтая с прям такими бордовыми пятнышками. Вот их тоже немножко. Так. Но листья тоже у них крупные. Сразу говорю. Диамонт. 790 рублей. Высота предцветения 40 сантиметров. Размер цветка 8-9 сантиметров. Достаточно крупный и яркий будет. Красавчик. Ну вот можно корни все вот так вот посмотреть. У всех орхидеи они приблизительно одинаковые. Видите, прям вылазят. Смотрите, какая есть еще красавица. Под названием Little Stars. И у нее есть особенность. У нее листочки имеют такие вот крапинки. Молодые листья имеют вот такие темные крапушки. Не бойтесь. Это такая особенность сорта. У многих орхидеи Мету тоже есть такие крапинки на молодых листочках. Потом со временем они пропадают. Вот, ну возможно даже у этих и остальных. Потому что я смотрю, у нее на всех листиках и на молоденьких, и на тех, которые постарше, есть такие крапинки. Это особенность сорта. У меня сейчас есть Мету фласочная. И вот она вся в таких крапинках. Очень интересно. Получается такая особенность у орхидеи. Она будет восковая и ароматная. Очень яркая и красивая. Значит, что-то у нее в родственниках, наверное, есть от орхидеи серии Мету. Ну, они такие красивенькие. Все торчком, как ушки у зайчиков. И рядышком вот такая красавица. Посмотрите, какая нежная. Похожа даже чем-то на сакуру. Вот, но они такие маленькие. Их сейчас хотят пить. Их сейчас будут поливать. Бабочка. 790 рублей. Видите, с корнями все прекрасно. Все хорошо. Сейчас польют. И они сразу свои листочки поднимут. Так, а это у нас тоже, смотрите, какая яркая бабочка. Так, у нас такой еще не было или была? Нет, не было. Это совсем другая. Так, смотрим. Прекрасная бабочка. Мультифлора за 790 рублей. Вот такие хорошенькие. Давайте какой-нибудь достанем, посмотрим с вами. Остаюсь далека. Вот эти желтые листочки мы не боимся. Я уже вам сказала, что это адаптационные листики. Их просто убираем вот так вот. И все это фласочные. Фласочные листики, они очень сложно адаптируются к открытому пространству. И они засыхают. Они все питание отдают растению и засыхают. Поэтому это абсолютно нормально, что вот эти листики все, собственно, отваливаются. А новые адаптированные, которые уже растут на воздухе, они все остаются вот такие красивые. Боже, посмотрите, какая красивая. Последнее время сочетание вот желтого и бордого, оно меня просто подкупает. И я заметила, что я чаще-чаще покупаю орхидеи именно такой расцветки. Они мне больше всего нравятся. Это, не знаю, такая красота. Такое что-то необычное. Смотрите, это бабочка. Здесь вот их тоже... Нет, один варточек получается этих красоток. Давайте посмотрим. Вот они. Улицы. Вот леопард. Сумерд голд. Цена 790 рублей. Высота прицветения 30-40 сантиметров. Вот такие хорошенькие. Они прям крупненькие. Чуть-чуть дорастить их дома, и можно, я думаю, уже даже ждать цветение. Они достаточно крупные. Рядом стоит не менее яркая красавица. Но это больше такая, знаете, восковая орхидея. Листики у них помельче. Но корневая, в принципе, такая же. Очень хорошая. Просто сам сорт будет мельче. И, смотрите, пигментация есть на листиках. Так, давайте посмотрим. Этикетка немного отсвечивает. Цена. Так, а цены не вижу. Цена одна штука, и не вижу цены. Не пропечаталась. Ну, я думаю, они тоже все, в принципе, до тысячи. Ароматная орхидейка будет вот такая вот красавица. И дальше я смотрю, что орхидея очень похожа на сказку Joy Fairy Tail. Скорее всего, это она и есть. Очень похоже. Но, по-моему, название на листике написано другое. Давайте смотреть. Великолепный я Биглип. Микки Голденсанд. Но, вы знаете, Микки Голденсанд, он не такой яркий в домашних условиях. Может быть, в теплице он поярче. Но он у меня был. Я его тоже продала. Потому что они со сказкой были очень сильно похожи. Но он был бледнее. Поэтому это тоже нужно учитывать. Но аромат у него реально очень хороший. Он сильно пахнет. Цветочек чуть мельче, чем у орхидеи сказка. Кто коллекционирует реллипсики, можете себе его приобретать. Цена 790 рублей. Он, в принципе, очень похож на сказку. Даже строением листочков своих, ароматом и не по расцветке. Но он бледнее и цветок чуть мельче. Так, тут прям места нету, куда положить. Вот такие. Видите, все хорошенькие. Переходим к следующей полочке. И здесь, смотрите, какие красивые. Прямо такого красивого, насыщенного цвета. Орхидейка. Тоже по типу сапфира. У нее очень нежные цветочки. И она очень часто доращивает свой цветонос. У меня такая в кокедаме. И вот если она зацветает, все. Все тени, можно сказать, бесконечно. Продолжает, продолжает. Такое, как револьверное. Вот такие красивые малыши. Так, стоимость. Такие у нас. 790 рублей. Так, давайте вам. Вот здесь покажу. Размер 1,7. Высота при цветении 25-30 сантиметров. Такой вот красивый Мартин. Красавчик. Рядомшиком с ним очень необычная орхидея. И обратите внимание, да, листочки здесь намного мельче. Потому что орхидейка вот такая вот прям супер необычная. А все, что необычное, все, что более красиво, растет более медленно. И вот они вот такие вот прям малюсички. Так, давайте смотреть, что у нас здесь интересно. Сколько это стоит. Так, стоимость ее 820 рублей. Вот сегодня все орхидеи до 1000 цена. Так, это Фаленопсис, подросток. Он будет такой красивый восковик. 820 рублей. Вот такие малыши. Смотрите, какой прям леопардовый красавчик. Ниже спускаемся. Здесь бабулеточка. Я знаю, что многие коллекционируют именно бабулеток. Вот, в вашу коллекцию можно приобрести такую яркую красавицу. Их, кстати, вот получается совсем чуть-чуть. Сколько здесь штук? Даже десяти не будет. Вот такие красивые. Дальше прям моя тоже любимица. У меня она уже несколько лет. Она такая миниатюрная. Она никогда не вырастет у вас гигантскую орхидею. Вот она и всегда, в принципе, будет, ну, чуть-чуть больше подрастет. Но розеточка у нее всегда маленькая. И этого бояться не стоит. Это вот такая прям нежная-нежная орхидейка. Она еще и будет бабочкой. Льюис Берри бабочка. Вот такая вот она красивая. Она, правда, вот прям как на картинке. Такая нежная-нежная. Цветочки все искрящиеся, переливаются. Вот тоже я когда-то взяла такую малышку. Но она, в принципе, и не сильно выросла. Но цвести она любит. Если ей создать все условия, да, как бы, она, ну, прям обильно достаточно цветет. И тоже может и бутончики свои подращивать. Так что орхидейка очень красивая. Дальше тоже смотрю, что с миниатюрными розеточками. Вот такие бабочки. Скорее всего, и цветочек очень маленький будет у этого растения. Высота при цветении 30-40 сантиметров. Цена 790 рублей. Кстати, я не сказала, сколько стоит Льюис Берри. Тоже 790 рублей. И вот еще посмотрите, какая красивая бабочка. Но это сразу видно, что она будет крупная. Если эти прям такие маленькие будут. У этой вообще цветочек там, не знаю, сантиметра, наверное, 3-3,5. Прям малюсенькие цветочки. То есть здесь уже такой достаточно будет крупный цветок. 790 рублей. Высота при цветении 40 сантиметров. Сант-Ривер. Вот такой желтый с яркой будет такой розовой губкой. Вот уже они подростки. Смотрите. В принципе, давайте из середины достанем. Вот они все. Все одинаковенькие. Все хорошенькие. Перед отправкой их все фотографируют. Спускаемся ниже. Здесь. Ой, красивая. Очень красивая орхидейка. Смотрите. Тоже у нее прям такие кружевные края. Защипы из-за того, что прям такая темная фотография. Не вижу. Она бабочка или просто она такая кудрявая. Давайте тогда прочитаем на бирочке, этикеточке. Что это у нас за такая красавица. Получается здесь скрещенные несколько орхидей. Вот. И получилась такая красавица. Евер Спринг Кинг. И вот еще, видите, скрещены прям несколько, три или четыре даже орхидейки. Вот. И получилась такая красавица. Цену, кстати, на этикетке я не вижу. Не могу вам сказать. Ну, вот она такая красивая. В каталоге можете ее найти и заказать. Каталог я прикреплю в первом комментарии. Все данные, как можно заказать эти растушки. Если вам понравится какой-то сорт. Вот, смотрите, какая восковая. Похожа на анаконду. Сейчас посмотрим, кто это. Эх совсем тут чуть-чуть. Тоже немножко. А, могу с первого ряда вытащить. Давайте с последнего. Да, это и есть анаконда. Стоимость ее 860 рублей. Ой, я ее обожаю. Она постоянно цветет, доращивает свои цветоносы. Я не обрезаю ей цветоносы. Они вот отцвели, так и стоят. И она с них пробуждает новые бутоны. И цветет, цветет, цветет. У нее было 5 цветоносов, которые вот цвели, цвели, цвели. Я ее, кстати, опылила. Но опыление она взяла. Решила свои семена сбросить. И выпустила очередной цветонос. Так что, вот так. Не захотела быть такой вот мамкой с семенами. Решила, что ей нужно цвести. Ну, тоже бывает. Ничего страшного. Дальше вот такая вот яркая бабочка. Так, давайте смотреть стоимость. Так, фокус. Тоже здесь несколько получается скрещенных орхидеи. Она ароматная. Цена 790 рублей. Также вот можете найти ее в каталоге. Ой, посмотрите, с цветоносиками. Бабочки с цветоносиками. Представляете, такие малышки. А уже готовы к цветению. И вот, смотрите, несколько штук цветоноса. Вот будет кому-то приятный бонус в виде уже цветоноса. 790 рублей. Вот такая вот симпатичная бабочка. Ну, они тоже. Для таких малышек прям крупные. Смотрите, сколько корней. Сразу видно, что сорт такой прям живчик. Такой маленький уже весь на бутончиках. Вот такая красавица. Красавица. Прям даже она меня заинтриговала. Захотелось взять себе. Также подросток, смотрите, змеиная кожа. Всегда тоже пышно цветет. Я его видела, да, на другом канале. И прям несколько цветоносов еще и поделились. И цветут. Очень симпатичная орхидейка. Вот такие вот подростки. Цена подростка 830 рублей. Вот они, красавчики, такие стоят. С дальних буду доставать, вам показывать. Вот такие орхидейки. Вот я показала вам все сорта орхидей. Сейчас еще вот так вот вам мельком пробегусь, покажу, какие все красивые, какие все хорошенькие. Вот так вот общим планом. Посмотрите, сколько их красавиц привезли. Все они стоят здесь под лампами. Сейчас, конечно, лампы выключили для того, чтобы я могла снять для вас эти красивые орхидейки, чтобы розовый свет не мешал. Но вообще за ними здесь очень хороший уход. Поливаются вовремя. Свет у них здесь горит. Вот такие красавицы. Ну вот и все. Можно отправляться домой. Я довольная. Обязательно сейчас возьму себе в оригатную орхидею и голубую. Нужно будет всем рассказать еще более масштабно, что те голубые орхидеи, которые продаются в магазине, это все нереально. Это миф, это крашеные орхидеи. А вот настоящая голубая орхидея, она представлена здесь. Я вам ее показала и дома. Также еще вам ее подробнее покажу и расскажу. Я надеюсь, что она очень быстро зацветет. И также смогу вам показать и реальное цветение. Реальный голубой орхидеи, а не какой-то просто крашеный. Все, мои дорогие. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. На моем канале всегда все самое интересное и самые свежие завозы орхидеи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok